Это Новый Год, это Новый Культур и это премьера. Путешествие Крайской Мечте, об этом нам сообщает заглавие постановки. Я думаю, по антуражу, по заднему фону можно догадаться, что наша съемочная группа находится в Театре Пушкина. Это премьера постановки о мышах и людях. Повесть Джона Стейнбука, которую видела свет в 1937 году. Но какой ее увидел режиссер Александр Огарев и труп по драмтеатрам, сейчас расскажем. Если, Джордж, я тебе не нужен, то я уйду, я уйду в горы, я уйду в горы. Лени, оставайся, оставайся, я прошу тебя, оставайся, ты нужен мне, нужен Лени. Жестокая реальность, спрятанная где-то между нотами слегка безумных песен, в ярком гриме актеров и фантасмагоричной сценографии. Это история о людях, которые мечтают, каждая о своем. Но кто-то просто мечтает, а кто-то мечтает и делает. Так, два главных героя этой истории, Лени Георгий Дмитриев и Джордж Станислав Ленецкий, всю постановку стремятся к райской мечте, к своему Эдему, с небольшим, но уютным домом, кроличьей фермой и возможностью работать самим на себя. Из этого вполне могло получиться мотивационное повествование, но в жизни ничего так просто не происходит. Вот и здесь слабоумный Лени, который своими сентиментальными действиями приносит лишь разруху, и Джордж готовый подчищать за ним. С Лени, как ни странно, очень много внутри пересечений. Даже так известный факт персонажа Лени, там, тугодумство. О, я жираф, допустим, очень большой, я реагирую чуть позже всегда. Поэтому даже в каких-то мелочах это есть схоже, как и наивность, и иногда доброта. Он добрый. Добрый и глупый. Вот я скажу так. Хватит, хватит, пить эту луну! Он такой хороший человек, так добр к тебе. Нельзя! Ну ты поступал по своему. Тебе же дурно, Путин, как прошлой ночью. Вопреки крикам, отговоркам, разговорам, Лени не преклонен. Он прообраз народа. В нем столько силы, но если не научиться пользоваться ей, трагичный исход будет получаться каждый раз, каким бы благим ни было намерения. Это просто мышка. Живая мышка? Не, мертвая. Нет, нет, нет. Но, Джордж, это не я. Бил ее не я. Быть здравомыслящим человеком, быть человеком осознанным, быть человеком понимающим, думающим и человеком, который в любом случае будет осуждать смерть, убийство будет осуждать, не смерть, а как таковые убийства. То есть убийству нет оправдания в любом случае. И эта тема не актуальна была с античности, мне кажется, до современности. Поэтому не только красноярскому, я думаю, любому, из любого города зрителям стоит это посмотреть. Вы никогда не узнаете, какую борьбу ведет внутри себя тот или иной человек. Так и в мышах и людях. Лени, Джордж, хозяин ранчо, огрызок, жена кудряшам. Казалось бы, люди, у которых даже имен нет. Но все они о чем-то мечтают. И трагедий внутри них предостаточно. Это материал не бытовой. Если бы он был бытовой, то, наверное, нам было бы не очень интересно, потому что вглядываться в фермерское хозяйство Америки 30-х годов, какой нам смысл. А поскольку у этого писателя очень сильно метафорическое начало, то мы ориентируемся именно на это и пытаемся рассказать историю не про американцев, а про нас. Знакомство со «Странным миром» постановки о мышах и людях для красноярцев произошло в ноябре. Руководил всем этим процессом приглашенный режиссер Александр Огарев. Опыт работы с актерами красноярской драмы у него уже был в «Преступлении и наказании». И вот спустя 6 лет они воссоединились, чтобы устроить путешествие к райской мечте. Чаще всего через год, когда ты играешь в спектакль, вдруг в один день ты понимаешь – «А, вот здесь же вот это!» Это, ну если честно, это непрерывный вообще процесс. То есть сегодня ты понял столько, через какое-то время ты понял еще что-то, еще, еще. Каждый день это какое-то новое открытие, когда ты в первую очередь пытаешься открыть что-то в себе новое. И это, как и Александр Анатольевич нам говорит, это путешествие. И вот в каждой репетиции это путешествие. Мы знаем ориентировочно, куда мы должны прийти. И каждый день мы выходим на сцену, не то что мы что-то повторяем, мы продолжаем этот путь. Несмотря на то, что автор оригинала Джон Стейнбек писал свое произведение преимущественно про американцев, режиссеру и артистам Театра Пушкина удалось сделать постановку понятной в первую очередь для нас. Два друга, почти брата, все время пребывания на сцене стремятся к одной общей мечте. Но добраться до нее оказалось совсем непросто. Вся постановка как будто одна большая чаша весов. Что вы выберете – милосердие к ближнему или к окружающим? Готовы ли вы взять ответственность за родного вам человека? И главное, будет ли эта ответственность оправдана, если она несет гибель? Ответы на эти вопросы вы сможете дать самим себе, посмотрев премьерную постановку о мышах и людях. Следующие показы пройдут 12 января, а также 2 и 16 февраля. В любом случае помните, что выбор за вами, поэтому определяйтесь и идем в культуру. Полина Михальчук, Сергей Токарев, Сергей Кашин, ТВК.